Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня с вами преподаватель ЦМК стоматологии Октюбинского высшего медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой Маликова Биби Фатима Мауленовна. Тема нашего сегодняшнего занятия «Анатомо-физиологические особенности лица и челюстей» классификации Курлянского Оксмана Шредера Гаврилова. Цель занятия Ознакомиться с анатомо-физиологическими и морфологическими особенностями перестройки органов челюстно-лицевой области в связи с полной потерей зубов. Изучить строение и состояние беззубых челюстей, их классификации. Задача занятия Обеспечить в ходе урока усвоение пройденного материала, актуализировать знания устарческой прогении в классификациях Курлянского Оксмана Шредера Гаврилова. После удаления зубов анатомо-функциональные особенности лица и челюстно-лицевой области претерпевают значительные изменения. Сразу после удаления альвеолярные отростки челюстей бывают хорошо выражены, но со временем они атрофируются и уменьшаются в размерах. Причем, чем больше времени прошло после удаления зубов, тем атрофия выражена режче. Кроме того, если этиологическим фактором полной донтии был парадонтит, то атрофические процессы, как правило, протекают быстрее. После удаления всех зубов процесс продолжается в альвеолярных отростках и теле челюсти. Сегодня мы разберем морфо-функциональные изменения, развивающиеся после полной потери зубов. Первое. Лицевые признаки. После полной утраты зубов тело и ветви челюстей становятся тоньше, а угол нижней челюсти более тупым. На картинке мы с вами можем увидеть редакционные изменения челюстей в связи с полной потерей зубов. Также у этих больных резко выражены носогубные складки, опущенные углы рта, выделяется кончик носа и даже нарушены края век. Нижняя треть лица значительно уменьшается в размерах при смыкании беззубых челюстей. Появляется дряблость мышц, лицо приобретает старческое выражение. На этих фото, сделанных ванфасы в профиль, мы можем более отчетливо увидеть изменения анатомо-функционального строения челюстницы в области после полной потери зубов. Углы рта пациента опущены, носогубные складки сильно выражены, визуально уменьшена высота красной каймы губ, выдвинута нижняя челюсть. Механизм развития старческой прогении. После полной потери зубов на верхней челюсти в большей степени выражается атрофия костной ткани вестибулярной поверхности альвеолярного отростка. На нижней челюсти – язычной, в связи с чем развивается старческая прогения. Морфофункциональные изменения. Второе. Альвеолярный отросток после удаления зуба подвергается перестройке, сопровождающейся образованием новой кости, заполняющей дно лунки и атрофией свободных ее краев. С заживлением костной раны в области удаленного зуба перестройка не заканчивается, а продолжается, но уже с преобладанием явления атрофии. Тем более, чем больше прошло времени после удаления зубов, тем более выражена атрофия. В норме альвеолярная дуга на нижней челюсти меньше зубной дуги. На нижней челюсти зубная дуга уже альвеолярной. На картинке изображены изменения соотношения альвеолярных отростков после потери зубов. В строении и соотношении беззубых челюстей их классификации. Шреддер выделил три типа верхних беззубых челюстей. Первый тип. Высокий альвеолярный отросток, равномерно покрытый плотной слизистой оболочкой. Хорошо выражены верхние челюстные бугры, глубокое небо, слабо выражен торус или его отсутствие. Второй тип. Средняя степень атрофии альвеолярного отростка, умеренно выражены верхние челюстные бугры, средней глубины неба, выраженный торус. Третий тип. Полное отсутствие альвеолярного отростка, резко уменьшены размеры тела челюсти и верхний челюстного бугра, плоское небо, широкий торус. Наиболее благоприятным для протезирования является первый тип. Классификация верхних и нижних беззубых челюстей по Курлянскому. Автор взял за основу не только степень убыли костной ткани альвеолярного отростка, но также изменение топографии и место прикрепления сухожилий мышц. Курлянский выделил три типа верхней челюсти. Первый тип характеризуется. Высокий альвеолярный отросток равномерно покрытый плотной слизистой оболочкой. Хорошо выраженные бугры верхней челюсти, глубокое небо. Отсутствие торуса или нерезко выраженный торус, оканчивающийся не менее чем за 1 см от линии А. Большая податливость железистой подушки потопоневроза мышц мягкого неба. Второй тип характеризуется. Средняя степень атрофии альвеолярного отростка, средне выраженные бугры верхней челюсти и неба, выраженный торус, средняя податливость железистой подушки потопоневроза мышц мягкого неба. Третий тип характеризуется. Значительная атрофия альвеолярного отростка, значительная атрофия бугров верхней челюсти и плоское небо, широкий, нерезко выраженный торус, малая податливость железистой подушки потопоневроза мышц мягкого неба. Классификация беззубых нижних челюстей по курлянскому. Первый тип. Альвеолярный отросток выступает над уровнем мест прикрепления мышц внутренней и внешней сторон. Второй тип. Альвеолярный отросток и тело челюсти атрофированы до уровня мест прикрепления мышц с внутренней и внешней сторон. Третий тип. Атрофия тела челюсти прошла ниже уровня мест прикрепления мышц внутренний и внешний сторон. Четвертый тип. Большая атрофея в области жевательных зубов. Пятый тип. Большая атрофея в области передних зубов. Курлянский предложил следующую форму вестибулярного ската альвеолярного отростка. Отлоги, отвесны, с навесами. Для фиксации съемного протеза наиболее благоприятны, отвесны. Менее с навесом. Для сохранения присасываемости во время жевания наиболее благоприятным является альвеолярный отросток, имеющий отвесные формы вестибулярного ската. Менее благоприятная форма отлогая. При нависающей форме вестибулярного ската для беспрепятственного наложения протеза на челюсть и создания функциональной присасываемости протеза иногда производят альвеотомию. Классификация для беззубной нижней челюсти по Келлеру. Первый тип. Челюсть с резко выраженной альвеолярной частью. Переходная складка расположена далеко от гребня. Второй тип. Резкая равномерная атрофия всей альвеолярной части. Подвижная слизистая оболочка расположена почти на уровне гребня. Третий тип. Альвеолярная часть хорошо выражена во фронтальном отделе и резко атрофирована в области жевательных зубов. Четвертый тип. Альвеолярная часть резко атрофирована во фронтальном отделе и хорошо выражена в области жевательных зубов. Классификация верхней и нижней беззубых челюстей. Автор Оксман. Имеется 4 типа. Верхняя челюсть. Первый тип. Наблюдается высокий альвелярный отросток, высокие верхнечелюстные бугры челюсти, выраженный свод нёба и высокое расположение переходной складки и точек прикрепления уздечек и щечных тяжей. Второй тип. Имеет место средней выраженности атрофия альвелярного отростка и верхнечелюстных бугров, менее глубокое нёба и более низкое прикрепление подвижной слизистой оболочки. Третий тип. Наблюдается резкая, но равномерная атрофия альвелярного отростка и верхнечелюстных бугров, уплощение нёбного свода. Подвижная слизистая оболочка прикреплена на уровне вершины альвелярного отростка. Для четвертого типа характерна неравномерная атрофия альвелярного отростка, то есть в нём сочетаются различные признаки первого, второго и третьего типа. Нижняя челюсть. Первый тип. Беззубы нижней челюсти характеризуются высоким альвелярным отростком, низким соположением переходной складки и точек прикрепления уздечек и щечных складок слизистой оболочки. Второй тип. Имеется средне выраженная равномерная атрофия альвелярного отростка. Третий тип. Альвелярный отросток отсутствует или представлен слабо. Атрофия может захватывать и тело челюсти. При четвертом типе отмечается неравномерная атрофия альвелярного отростка, являющаяся следствием разномерного удаления зубов. На этом наше занятие на тему анатомо-физиологические особенности лица и челюстей классификации Курлянского Оксмана Шредера Гаврилова заканчивается. Сегодняшнее домашнее задание состоит из двух блоков. Первое – это сопоставление. Второе – тесты. Спасибо за внимание. Продолжение следует...